Всем привет, с вами Квина. И сегодня мы посмотрим, что же такое Humble Bundle. Это обучающее видео для тех, кто еще не в курсе, что это за замечательная фишка и отличный сайт для покупки игр. Итак, Humble Bundle это в переводе скромный набор. Что же он значит? Не многие знают, но это серия экспериментов по продаже сборников игр, распространяемая по модели «Заплати сколько хочешь». Вы можете заплатить даже пару центов, но тогда вы получите игры без защиты. Вы сможете в них играть, но каких-то функций в них не будет. Например, вы не сможете их зарегистрировать в стиме. Для того, чтобы купить игры и зарегистрировать их в стиме, надо будет заплатить больше одного доллара. Такая традиция уже давно сложилась и не нарушается. Что ж, смотрите, давайте посмотрим, что находится на страничке. Данная страничка Humble Bundle на этой неделе, вернее, эти последние дни, не знаю, наверное, две недели они продолжаются, посвящена комедиям. Собственно, она нас не очень интересует, нас больше интересуют игры. Поэтому давайте посмотрим, что же в Humble Weekly Sale. Здесь уже более интересно. На этой неделе продаются игры от Paradox. Вы можете посмотреть здесь время, которое осталось до окончания распродажи. 5 дней, 19 часов. Спешите. Кнопочка «Купить» очень важная. Рекламное видео. Вот это недельная распродажа. Здесь вы видите игры, которые распродаются. Человеку, который первый раз зашел на страничку, не очень понятно, что, где, куда нажимать. Поэтому я обращу на это самое главное внимание, основное. Видите, вот это игры, которые мы покупаем. Смотрим, вот это они все. Значком «Стима», значит, можно будет их реализовать в «Стиме». То есть, вышлют ключик, который вы введете в «Стиме». Вот здесь сверху можно вписать ваш e-mail, и тогда вам обязательно будут приходить обновления и новости на e-mail о самых последних распродажах. Смотрим дальше. Вот здесь видите, вот это значок 5,80. Значит, для того, чтобы купить эти две игры, вот они как бы в отдельности стоят, нужно заплатить 5,80. А чтобы купить вот эти вот все игры, можно заплатить гораздо меньше. То есть, от доллара и выше. Да, и вот видно, что здесь тратится, собственно, на благотворительность. Что платится самому продоксу. Вот здесь, этим ползунком вы можете отрегулировать, какую сумму вы хотите заплатить самой фирме-производителе игры. Вот то, что идет на благотворительность. Здесь можно отдельно отрегулировать, что идет красный крест, а что идет на Child's Play. Child's Play – это благотворительная организация, которая улучшает жизнь детей в госпиталях по всему миру, благодаря игровой индустрии. Собственно, то, чем мы сейчас здесь занимаемся. И, собственно, Humble Tip – это то, что мы платим, как чаевые, самой этой организации. Самая первая распродажа, она даже не была оформлена именно этой фирмой. То есть, самая первая распродажа проводилась в World Fire Games. Это только потом, то есть, на следующую распродажу уже организовали фирму, посмотрели, что это имеет смысл делать. И организовали фирму HumbleBand. Ну, неудивительное название, правда. Собственно, почему в World Fire Games автор идеи был разработчик из компании World Fire Games, Джефф Розен, который был вдохновлен продажами наборов игр в системе дистрибьюзии Steam. И заметил, что геймеры передают информацию об этих распродажах с эффектом сарафанного радио. И решил проэкспериментировать, посмотреть, и получилось, что идея действительно выстроила. Действительно, люди тратят деньги, и игры так покупаются, пользуются большей популярностью. И людям идет на благотворительность деньги. В общем-то, все в выигрыше, как и оказалось. Что еще можно сказать? Вы можете зарегистрироваться в системе, вот с помощью этой кнопочки, справа в верхнем углу. И тогда в вашей библиотеке будут храниться все игры. Некоторые игры продаются с ключами и Origin, и Steam. И у вас тогда получается два ключа в двух системах. Это очень удобно, если вы пользуетесь и той, и другой системой. Оплата. Вот, смотрите, когда вы оплачиваете, собственно, давайте перейдем к самому интересному. Вы вводите либо 125, вы тогда можете купить все 48 игр и 20 саундтреков. Или вы можете оплатить другую сумму, или любую, которую вы сами хотите ввести на ваш выбор. Вы можете оплатить доллар. У вас потребуют ввести капчу, потому что, чтобы убедиться, что вы не робот. На доллар вы получите все вот эти 5 игр. Да? Удивительно. Это круче, чем в распродаже в стиме, которых все ждут целый год. Вы можете ввести 50 центов. И тогда выдастся такая картинка. Здесь сказано, что вы не получите эти две игры. Вот эти вот две, которые на 5,8. После 5,8 покупаются. И вы не получите стим ключей. То есть вы сможете отдельно играть дома, у себя на компьютере. Но в тиме зарегистрировать игры вы не сможете. И, соответственно, пользоваться их системой совместных игр. Допустим, если у вас игра рассчитана на кооперативное прохождение, вы не сможете с друзьями ее проходить. Поэтому все-таки лучше больше доллара платить, если вы хотите в тиме игру зарегистрировать. Вот какая картинка. Здесь пишутся. Инди-разработчики. Им нужны деньги, чтобы производить игры. Ну, в общем-то, так оно и есть. Лучше пожертвовать, помочь инди-разработчикам. Дальше смотрим. Так, ведем семерку. И приобретем все эти игры. Вот здесь вы управляете, что, куда, кому вы платите. Хотим больше, больше оплатить на благотворительность. А остальным по чуть-чуть. Ну, ладно. Хотя вы можете все ставить по умолчанию. Там тоже неплохо все распределено. Вот здесь вы вписываете свой e-mail, на который придут ключи. Если вы e-mail не впишете, все равно можно будет... Видите, здесь написано, что создать аккаунт. И тогда все будет храниться в вашей библиотеке. Если вы не введете свой ключ, свой e-mail, тоже ничего страшного. Потому что после покупки всплывает окошко и ссылка. И вы можете перейти, и там уже будут ваши все ключи. Но с другой стороны, как бы безопаснее все-таки вводить свой e-mail. Если вы ставите здесь галочку, тогда вы получаете на свой e-mail ссылку, которую вы передаете своему другу. И вдруг сможет загрузить эти игры и получить по ним ключики в любой момент. Здесь пишется, что подарок не имеет временного ограничения. Что ж, это очень приятно, правда? Вы можете оплатить кредитной карточкой. Оплатить с помощью Paypal. Оплатить с помощью Amazon. И оплатить с помощью Google. То есть у Google тоже есть кошелек, где вы можете зарегистрироваться, ввести свою карточку и оплатить с этой помощью. И вот с Amazon тоже. В принципе, если у вас есть карточка, этими сервисами очень удобно пользоваться и никаких проблем не доставляет. Paypal тоже. Но Paypal, чтобы зарегистрировать карточку, там гораздо больше гембеля. Если честно, там надо подтверждения, коды. В общем-то, не все так просто. Поэтому я предлагаю пользоваться вот этими двумя способами. Как самыми удобными. Либо вот этой вот оплатой кредитной карточки. Но у моего знакомого были проблемы с оплатой. Там, знаете, банк может взъерепениться что-то. Там вы там покупаете подозрительное. Или им не подойдут наши карточки. Такое тоже бывает. Поэтому советую использовать вот эти три системы. И, собственно, две как самые демократичные. Если у вас нет кредитной карточки, стоит, видимо, завести для покупок в Steam или в этой системе. Что здесь еще интересного? Собственно, мы все обсудили. Не забывайте зарегистрироваться вот здесь. Не забывайте также посреди недели заходить. Что бывает, что вот этот набор игр обновляется. Добавляются еще какие-то игры ближе к концу распродажи. Видимо, чтобы спрос был более горячий. Повысить к концу интерес к этим новым играм. Ну, то есть, как бы вначале все покупают, покупают. Потом интерес спадает. А тут еще две новых игры. Все купим еще. Побежали еще купили. И, собственно, теперь уже не будет новым, если ваши друзья начнут кидаться в вас ключами игр. Потому что обычно наборы покупаются ради какой-то одной игры. И остальные уже не интересны. Поэтому вы можете найти с кем-то скооперироваться и даже сэкономить деньги. Для студентов это отличный вариант. Отличный вариант для тех, кто экономит деньги. Я лично всегда очень жду этих распродаж. Я от них недавно узнала. И всем рассказываю. К сожалению, немногие могут разобраться, как и что тут покупать. Но, в принципе, потыков туда-сюда разбираются. Но я думаю, это видео будет многим полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, советуйте друзьям. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Это поможет нам сделать мир лучше. Продать больше игр и помочь детям. Удачи и пока-пока. Следите за моим каналом.